Привет! Сегодня я расскажу и покажу по многочисленным просьбам, почему колбаса не пищит на выходе. Значит, датчики акустомагнитные и датчики радиочастотные. Вот такая глушилка подавляет радиочастотные датчики. Соответственно, они перестают выполнять свою функцию и ворота на них, магазины, супермаркеты, перестают реагировать. Как выглядит радиочастотный датчик? Корпуса могут быть различными. То есть, сама форма может быть разной. Внутри он похож на проволочку или паутинку. Есть такой, как фольга в виде паутинки. Вот это радиочастотные датчики. Например, датчик паук внутри может иметь разную начинку. Либо он может быть радиочастотный, либо акустомагнитный. Поэтому надо проверять, если есть желание узнать. Вот, например, я специально разломал и показал, что это как выглядит внутри радиочастотный. Теперь, как выглядит акустомагнитный, который глушилка не подавляет. Это такой прямоугольный датчик, который тоже может иметь разные корпуса. Вот, например, коробка. Это акустомагнитный датчик. Глушилка его не подавляет. Радиус действия. Это примерно 50 сантиметров. Полметра. То есть, если мы положим в пакет, просто в пакет, в сумку, и просто кинем эту глушилку рядом, в радиусе 50 сантиметров, эти датчики перестанут работать. Она заточена только на радиочастотные датчики. Антикражные. На акустомагнитные нет. По поводу того, могут ли быть комбинированные, это практически невозможно. В основном, магазины работают либо на акустомагнитных, либо на радиочастотных. Поэтому будут в магазине присутствовать либо одного вида датчики, либо другого. Вот. Ну, в принципе, и всё. Работа эта здесь показывает заряд батареи. Включение-выключение происходит двумя нажатиями. Корпус пауэрбанка в виде пауэрбанка. В принципе, всё. Пока.